О-хо, я в прямом эфире. Как это круто. Как это круто. Старбаксовский кофе. Как я скучал. Скучал по Старбаксам в Киеве. Привет всем. Как у вас там погода в Киеве? Здесь шикарная погода, просто офигенная. Я когда прилетел в Бразилию, в Рио, я понял, что в Киеве очень сухой воздух, очень сухой. Здесь просто прилетаешь сразу, такой релакс, такой кайф вообще. Это так полезно. Тут так сразу восстанавливаешься от сухости этого воздуха, который вот везде, в России, в Украине, как бы в городах, вот в этих, там, не чувствуешь даже. И так кайфово здесь. Реально. Ходишь, радуешься, даже в городе. Вот я сейчас сижу на улице, и мне гораздо круче, чем в Киеве. Сейчас покажу вам, сейчас как-то перевернуть уже забыл. Вот улица. Улица, где я нахожусь. Вот Старбакс. Старбакс. Там ничего не видно. Старбакс. Потому что отсвечивается зеркало. Старбакс. Я по нему скучаю. Вот. Кайфово здесь. Очень кайфово. Но хочется распечатать новую страну. И я сделал вопрос в сториз. И люди почему-то, я не знаю, почему, начали мне писать, посетить одну из стран, где я уже был. И вот первая, первая идея как бы распечатать Филиппины, вторая распечатать Кению, третья распечатать Мексику. Но что-то, не знаю, почему в Мексику не хочу. Не знаю, не хочу в Мексику, может зря я не хочу в Мексику. Вот. Я думал Кейптаун распечатать еще, но тоже что-то как-то, что-то не тянет меня в Африку совсем. Наверное, это. Филиппины хочу. Но. Знаете, в чем проблема? Сейчас в ковид у всех этих азиатских стран съехала крыша. Австралия? А зачем? Вот совершенно правильно. Один мой друг, Гриша, сказал такую вещь. Я, говорит, когда выбираю, куда полететь, прежде всего думаю, кого я буду там ебать. А кого ебать в Штатах? Некого, кроме туристок. Там просто съехавшая крыша американских баб, этих феминисток, у меня на них не встанет. Вот. Соответственно, кого еще ебать? Кого я буду ебать в Австралии? Вопрос. Там некого ебать, понимаете? А мужики друг друга начинают ебать в Австралии, настолько там голодняк. Австралия – это жесть. Вот у меня есть человек, который в Австралии работает в посольстве, в российском. Вот. Один из моих учеников. И, блядь, он говорит, не лети сюда, нахуй. Лесли, не лети сюда. Тут просто зубы на полку, даже жирная женщина какая-нибудь старая. Там, блядь, она считается просто… В Перу? Да, в Перу, может быть. Но, опять же, еще раз. Айвазка просто даже… Меня вообще не интересует мне все-таки в Перу. Айвазку? Нет, друзья. Нет. Айвазку не буду пить, по-любому. Многие люди, кстати, мне говорят… Алекс, давай Айвазку бахни. Там, ты найдешь себя, там, увидишь вся хуйня, там, тролливали. Ну, вот, понимаете, для того, чтобы это работало, для того, чтобы Айвазка работала, нужно верить. Верить нужно шаману. Я знаю, изучил, я изучал этих шаманов немножко с другой стороны, с точки зрения психологии, психики и как они мыслят и почему. И я не могу поверить сумасшедшим людям, потому что я знаю, что они не совсем вполне себе нормальные. Вот. Ни одному шаману поверить не смогу. А чтобы Айвазка заработала, нужно верить. Вот. А когда, чтобы что-то работало, нужно верить, значит, это что? Это плацебо. Это не работает. Вот и все. Поэтому не буду этим заниматься точно. Маркота – это не моя история. Вот. Когда-нибудь в будущем, когда-нибудь в будущем будут ржать над теми, кто пил Айвазку и верил в эту чушь. Вот. Серьезно. Будут говорить, блядь, люди, короче, когда поверили, что Айвазка раскрывает тебе себя настоящим, просто людей глючит. Ну, и шаман направляет их мысли в нужную сторону, как бы, ну, такие, как бы, ощущения. Ну, если хотите, можете пить Айвазку. Айвазку. Я не против. Во что веришь, то и сработает. Вот. Не согласен. Не согласен. Почему? Верь ты или не верь, ты не взлетишь. Без скрыльев и аэродитомических сил. Без законов физики ты не взлетишь. Вот. Хоть ты, блядь, обверься нахуй. Просто обколись всеми видами наркотиков. А ты не взлетишь, и люди очень хотели, они массово, они колдовали и так далее. Взлететь получилось только благодаря тому, что мы опираемся на фундамент, на знания. Поэтому я за науку, не за всю эту херь, связанную с верой. Вера это просто вот не наша тема. Наша тема это знания. Стас, привет. Если это ты. Да. Столько людей, знакомых здесь собирается. Смотрю по никам, значит, по тем, кто тут. Я всех знаю. Я всех знаю. Практически всех. Тех, кто тут пишет мне. Тут. Вообще, я сегодня подумал, в чем смысл вообще прямых эфиров в инстаграме. Зачем они нужны? Зачем они нужны? Они нужны для того, чтобы люди могли общаться с людьми. Я когда, допустим, кого-то давно не вижу, я захожу в прямой эфир человека. Смотрю, что он говорит там, да. На каком он свете, что он делает. Интересно. И такое ощущение, что с ним поговорил немножко. Просто кофе попил. Посидел там, пообщался. Это очень круто, что сделали эти прямые эфиры. В этом большой смысл эфиров. И знаете, у меня одна из фишек онлайн-тренинга, который я все время создал, она как раз такая. Люди интегрируются. И многие потом благодаря говорят, что очень круто, что мы прошли онлайн-тренинг, потому что у нас теперь есть напарники, и мы знаем людей. Почему? Потому что когда каждый выходит, и этого каждого смотрит вся группа, каждый выходит, начинает тренироваться, у него что-то не получается. Ему подсказывает группа, да, людей, что-то. Ну и люди объединяются темы подхода, соблазнения девиц. Тех, кому это интересно. И, соответственно, потом каждый знает фишки каждого, получается. Каждый знает особенности какие-то, находит друзей, да. И потом, приехав в другую страну, ты уже знаешь, что вот с этим человеком, когда ты пойдешь в поля, допустим, или встретишься, он кто-то умеет, кто-то знает. Это прикольно. Вот. И таким образом получается, что мы фактически общаемся с вами. Где бы мы ни находились, вот я нахожусь в разных странах. Я, знаете, я забыл еще одну страну. Я забыл еще одну страну, я про нее совсем забыл, в которой я был. Мне ее напомнили из того списка стран, который я опубликовал в сторисах недавно. Там было 39, оказывается, 40 стран я посетил. Я забыл, что я был в Венеции на конгрессе. Это тоже страна. Ха-ха-ха. Венеция, да. Или нет, подожди листок. Венеция. Венеция. Оно входит в состав Италии или нет? Что-то торможу. Что-то я задумался. Надо будет проверить. Когда следующий эфир в Ютубе. Ну, дайте отдохнуть человеку. Мы столько эфиров провели. Много. Мы три или четыре эфира в Ютубе провели. Много, короче, эфиров провели. Так что... Нет, это город. Это Италия. Да, 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 да. Точно. А я просто уже потерялся. Иногда. В одной стране иногда посетишь там 10 городов. И потом думаешь, блин, в скольких странах я был? Начинаешь вспомнить, там такой-то город. Это же, блин, одна страна. Вот. Кто-нибудь, кстати, больше посетил? У кого? У кого больше 38 или 39 стран? Напишите мне. Кто больше пропутешествовал? Расскажите. В Пальме до Майорки минет делают на улице. Я не видел этого. Я там этого не видел. Это все, по-моему, гон. Это все гон. Так. Ну вот, какие страны? Мексика. Значит, в Мексике что-то не хочется. И вот реально хочу на Филиппины. Вот хочу на Филиппины. Я думал, я в свое время хотел полететь. И все, откладывал, 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 откладывал. И вот у Артемия Лебедева список стран больше. А сколько у него стран? Я, кстати, знаете, я не гнался за количеством. Если бы я гнался за количеством, я думаю, у меня было бы гораздо больше стран. Я что-то не сильно активно. Я вот часто начал думать о том, что надо бы расширять. А в Австрии я был уже. В Австрии я был уже. И там, между прочим, я был. И по мотивам моего пребывания в Австрии была создана книга, которая называется «Евротрэш». Очень смешная и веселая книга про наши приключения в Австрии. Австрийские приключения зафиксированы в русской литературе, в книгах. «Филиппины Гоу». «ЮАРП». «ЮАРП». «ЮАРП Казахстан». Япония. Япония. Тоже интересное место. Тоже. Но что-то меня не тянет в Японию. Урбанизация. Я природу все-таки люблю. Поэтому меня в Японию не тянет. Но в Японию там… Я помню, у меня есть друг, который поехал в Японию. Рома Морозов. Вот. Он мне звонит оттуда и говорит, Лесли, я тебе сейчас покажу. Я снял тут отель за 500 долларов в сутки. Показывает мне. Знаете, какой там отель за 500 долларов в сутки был? Вот. Вот. Примерно вот. Ну, наверное, вот как вот это вот пространство, где я сижу. Вот такой отель за 500 долларов. Да. То есть там клоповничек такой. 500 долларов. Я как посмотрел, я сказал «Спасибо, не надо». Я не хочу просрать кучу денег просто за неделю там спустить 3 косаря и баксов, просто чтобы потусоваться в Японии. Как-то вообще не то. Это как то же самое в Австрии мы когда пустили, в Лейхе. Самый дешевый номер вообще, самый дешевый. Кстати, номера хорошие, тем не менее. Но самый дешевый номер стоил нам 400 долларов в сутки. Это жесть. «Жизнь без трусов везде заходит». Да, везде заходит. Очень классно жить без трусов. Я, кстати, сейчас без трусов, потому что я в прачку все свои вещи отдал. Я сижу, как бы, не видно, да, но… Без трусов. «Фабрица» нет. Я вот сейчас поеду к нему, встречу с ним. Похвастаюсь нашими успехами. Какой мы крутой. Знаете, мы такой крутой в Киеве собрали кастинг модельный. Это просто жесть. Это жесть. Я вам сейчас видосы покажу. Обязательно на YouTube опубликуем. Но это круто было. То есть толпа, толпа девиц все в вечерних платьях подготовились к тому, что их примут во французские модельные агентства. Это было так красиво. Блядь, мы очень классно кайфанули, друзья, на этом тренинге киевском интенсиве. И в Новый год мы тоже что-то подобное обязательно замутим. Вот. Потому что это просто… Мы собрали классных девиц. Причем в силу, знаете, в силу того, что были различные логистические неввязочки и всякие разные… Ну, тоже первый блин комом, как говорится. Команда еще была неопытная. В первый раз… Ну, я единственный опытный человек там был. И Гриша. А все остальные были очень неопытные. То есть мы в Киев приехали. Территория не распечатанная. Там люди практически все не в теме. Так плюс-минус. Вот. Ни одного тренинга не проходили. Там только было несколько человек с онлайна. Но, несмотря на это, они, значит, получилось с такой даже неопытной командой, не распечатанной. Просто на новой территории собрать такой шикарный тусач. Вот. И были ошибки. Часть девиц просто там получается из-за того, что эффективность вызвана низкая. Неправильно вызванивали. Они послевались. Там часть девиц не дошли. Часть девиц развернулись. Часть отморозились в очереди там, потому что кто-то что-то сказал. И при этом их было до хрена. Да. То есть, понимаете, если бы мы не совершали вот этих ошибок, значит, и команда была бы более подготовлена. Сейчас, я думаю, на Новый год будет гораздо круче. Да, кстати, приезжайте в Киев на Новый год. Будет в этот раз Новый год в Киеве. Первый раз, единственный, наверное, да, будет Новый год в Киеве. Потому что я люблю каждый раз менять страну. Единственное исключение – это Таиланд и Бразилия была. Потому что тут классно, там тоже классно и все такое. Но вообще мы стараемся страны менять, чтобы летать в Новый год. Я поэтому сейчас ищу новую страну. И этот Новый год будет в Киеве. А следующий Новый год будет где-то в какой-то новой стране. Там или Филиппины или какая-то другая. Но в силу ковида тут и всех этих историй непонятно, куда лучше прилететь. Поэтому мы решили Киев. Вот. Потому что проще будет гораздо попасть в Киев, чем в этот, допустим, в ту же Бразилию там и так далее. Но, вот. Марсель. Марсель. Кого мы там будем жарить? Нет. Смотрите. Когда вы пишете, Алекс, давай приезжай к нам в Марсель, присылайте мне сперва, кого я буду там жарить. Фото просто, примеры. Кто там? Кого там псти? Кого ж мы там будем ебсти? Да. То есть здесь офигенно. Просто офигенно. Вот. Я, знаете, вчера встретился со своей девочкой, которая здесь в Бразилии, из тех соблазненных раньше была, потрахался с ней. Вот. И понял. Да. Многим из женщин России и Украины, пиздец, далеко до женщин Бразилии еще, по одному параметру важному, они тут очень любят секс. Очень любят секс. Они просто пипец любят секс. Как они трахаются? Ну, как охотница должна трахаться? Вот так они трахаются. Они доминируют во многом, потому что... Не то чтобы... Нет. Не доминируют. Они очень активны в сексе. То есть вот, скажем так, даже иногда гиперактивны. То есть они стараются быть как парнозвезда, короче, вот каждая. Они очень комплексные, но в сексе они абсолютно бескомплексные. Просто пипец. Они вот, например, на пляже раздеться, это ох, для них вообще просто что-то невероятное. Это кошмар. Ну, диск запрещен жестко здесь и так далее. Но когда они говорят так, они говорят так. До заката, но очень скромные. После заката, бля, пиздец, короче. Очень нескромные. И они становятся очень нескромными. И просто это нечто. Они абсолютно... После того, как солнышко заходит, они становятся бескомплексными. Начинаются грабежи, там, убийства, драки, там. Ну, это фавелы там, может быть. Вот. А здесь там все тихо и здесь происходит секс. Вот. Стамбул. Тоже, вот знаете, Стамбул. Я встречался в Стамбуле с жигало с местными. Мы с ними общались. Они мне очень интересные вещи рассказывали. Как они живут. Как сложно им там получить секс. Как ужасно сложно. И, ну, они с жигало, соответственно, они там, скажем так... Ну, они настолько голодные, что они кидаются на всех женщин. На любых. Старых немок, которые приезжают, им бабки платят и так далее. Вот. Они любят всех женщин. Для них вообще белое – это красивое. Все, да. Ну, там они мне рассказывали, их кайф. Они в Тиндере знакомятся с девчонками в Паранже. Ну, то есть, в Тиндере, да, я не шучу, в Тиндере закрыты лица. У девиц закрыты лица, как бы, и они играют в такую игру. Значит, они встречаются из Тиндера с девочкой. И я говорю, ребята, а как, как так? Ну, ты же видишь, красиво она. Вот в этом говорит весь Цимис. В этом смысл этой игры. Мы не знаем, красиво она или нет. И вот ты поднимешь, когда будешь ее уже... Вот, когда ее уложишь. И там тебя будет ждать интересный сюрприз. Вот. Или она красивая, и ты кайфанешь. Или она страшная. Честно. Сюда сяду. Тут лучше. Вот. Такие вот дела. То есть, вот такая вот история с этими самыми, с соблазнителями в Стамбуле. В чем-то свой кайф есть, но Турция все голодные. Секса там нет. Где есть секс? Где жарятся? В Бразилии секс есть. Много. Дальше. Россия, Москва. Вот реально столица мирового туризма, секс-туризма. Это Москва. Киев. Без вопросов. Одесса. Да. Прям много. Но смотрите, что интересно. Даже вот на Ибице, да, ребята трахались. Хотя на Ибице достаточно тяжело. А почему? Потому что применяли приемы, разные приемы к соблазнению. И даже в таких местах, как Ибица. Где? Испания, да. Испания – это место, куда приезжают на понтах и на пафосе тёлки, там собирают все свои бабки. Постараются вести себя как можно дороже и недоступнее. Приходят на Дэвиду Гетту и так далее. И никто не хочет давать. Ну, как бы стандартная история, да. Вот. Ну, исключение – это напивающийся в усмерть европейцы. Но, вы знаете, с европейскими, ну, например, с англичанками, да, секс. Чтобы англичанку довести до секса, нужно пиздеть с ней, там, часов пять. Вот. Это такая традиция у них, у всех. И у мужиков, и у баб. Англичане, американцы, там, там, ну, они все одинаковые. Им надо пиздеть пять-десять часов, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. На уши садиться для того, чтобы начать трахаться с ними, да. Потому что это культура такая. Вот. Так вот. Соответственно, там, там ребята взламывали, все-таки у группы была результативность и трахали, ну, мало, мало. На Ибице мало. Где много жарятся. Вот просто так чисто. Ибице, почему хорошее место с точки зрения проведения тренинга? Это место, где сложно работать. После Ибицы, Эдик, например, у меня стажировку проходил, Эдик, тренер проекта, Эдуард, ювелир, проходил у меня стажировку на Ибице. Он там ебашил просто пиздец в полях. И он там трахал. И, что интересно, это то, что он… Я, кстати, не помню, сколько он трахал. Я плохо помню, но помню, что там жарили ребята, и отчеты были, и видосы посылали, как они жарят. Ну, значит, уводили, уносили там англичанок, унесли каких-то вообще… Один из них… Один из парней говорил там по-английски, другой нет. И вынесли каких-то телок, номер там, отжарили там. Ну, я помню, были, значит, случаи секса, фастов. Русских тоже трахали. Я там русскую задрал, девочки, которая туристка просто. Вот. На тренинге еще одну, короче, вне этого самого тренинга, ну, до тренинга там где. Ну, и смысл в чем? Смысл в том, что после того, как Эдик приехал с Ибицы в Россию, а он там был поставлен в ситуацию, в которой он, Эдик, не говорит по-английски вообще. Он говорит только по-русски, да. И вот он там должен был соблазнять женщин без знания языка. Это очень сложно, это тяжело. Его поставили раком просто в условиях, там, Ибица, Испания, там, русские считаются вообще конченым быдлом, там. То есть, это то же самое, что, ну, не знаю, узбек будет ходить и соблазнять пафосных пичик в Москву-сити, да, его будут посылать нахуй. Вот то же самое, примерно, это Эдик на Ибице подходит без знания языка к бабам, и они все его посылают нахуй. Но, тем не менее, они его не посылали. Он умудрялся держать, и все хорошо, круто. И потом, когда он вернулся в Москву, была полная халява, он, говорит, он писал нам, вот, трахался, трахался, трахался. Потому что вот после того, как ты прошел такую прокачку, да, и где-то в сложных условиях соблазнять пытался девочек, там, да. А там в Израиле в том, что там сложнее намного, чем в Киеве, Израиль, там, Ибица, там, Испания, там, где угодно, да, там, Англия, там, Америка. Ты просто приедешь в Киев, и неделю будешь трахать каждый день новую девицу. Почему? Потому что там уже тебе совершенно будет казаться полной халявой, там, и Киев, и Одесса, и Москва, и там, вот, любая точка России, да. Вот эти хорошие тренинги, когда, вот, жесткие условия. То есть, как тренинг, просто, вот, чем жестче страна, тем лучше. Поэтому, Ибица, ну, будем продолжать, как только откроется все, сделаем еще, и позовем всех вас на тренинг с Алексом Лесли на Ибице. Начет Кипра, кстати, на Кипре тоже были тренинги, вот, выездные, и очень много секса на Кипре было. Но, там тоже, опять же, с туристками, я тоже, я тоже местную девочку задрал там, но в основном с туристками секс, да, у людей, потому что туристок очень много. И сейчас, хочу вам сказать, очень много там русских, постоянно кто живет, вот, и они все на голоднике. Мне недавно Виталик, это один из тех, с кем мы познакомились на Кипре, он был нашим гидом, а сейчас он в теме, вот, он был гидом, веровал в Бога там, матушка и его отец, я не помню, кто конкретно, втянули его в это верование Богу там, туда-сюда, как бы он был там, человеком, который воздерживался с такой, а сейчас он сменил веру на религию секса и постоянно ебется, постоянно кого-то снимает, то есть он там заразился этой темой, да. Наш гид, который нас сопровождал везде, там экскурсию нам заказывал с группой. Просто заказывал экскурсии нашей группе в процессе, видя все, что мы творим, подсел на тему, прочитал все книжки и обратился в веру из Бога, в веру в Лесли. Вот. И теперь я для него Иисус. Он мне звонит и сразу говорит, всех могущий привет. Вот это, с чего начинает Виталик общение со мной, привет всех могущих. Потому что раньше у него был Иисус его герой, сейчас его герой Лесли, потому что, как у многих людей, его жизнь после знакомства со мной очень сильно поменялась. секса стало бесконечно, бесконечно раз больше, потому что до знакомства со мной у него секса было ноль, а после того, как он провел экскурсию нашей группы, у него секса стало больше, чем ноль, а все, что больше, чем ноль, это бесконечное количество раз. Вот. Ну, грубо говоря, он достаточно успешно, я вот, кстати, про Виталика хочу сказать, он достаточно успешно недавно ко мне обращался там по вопросам, по одному, неважно, но соплоднял, соплоднял девочку в Голландии. Он приехал в Голландию, в Нидерланды, там работал и там нашел девицу, она там, ну вот, что-то такое было, что у них там отношения какие-то, такие отношения очень правильные, потому что он работал, у него там вообще бабок не было в Голландии, оно ему даже помогало деньгами, там что-то такое, то есть он стал почти как вжигово, вот. Хотя до этого вообще был Кремен такой, такая вот штука. Да, и Кипр, классное место, он зовет еще провести тренинг. Мы тоже, да, хотим сделать, потому что и она по классное место для проведения тренинга, и там очень много девчонок. Вот этот видос, помните, где ребята, значит, многие девицам кланяются, там собрали гигантская просто толпа красивых, молодых, худеньких, стройненьких там, да. Вы видели, наверное, наше достижение просто. Мы весь пляж собрали, вычислили. Группа с 50 человек собрала около 200 девиц, просто как на подбор, просто это было нереально, это была красота. И эти видосы все показывали, каналы, телеканалы, потом НТВшники там показывали эти видосы. Там такой был успех, просто нечто, вот. Мы пытались что-то сделать подобное в Одессе, но в Одессе, к сожалению, нам не повезло. Там, на пляжах, никого не было уже к тому моменту, когда мы пытались там сделать это. Потому что у нас немножко не так пошло задание, как должно быть, но бывает, что это от тренинга к тренингу никто не гарантирует, что это самое, будет все одинаково. Азербайджан не был бы в Азербайджане, друзья. Израиль таки сложная страна. Да, Израиль таки сложная страна. Дело в том, что смотрите, друзья, в чем сложность вообще в других странах, я вам объясню. Сложность вот какая. Причем, что круче, если ты собрался в другую страну и думаешь, я полечу, эмигрирую в другую страну, там, тренинг когда-нибудь пройду, лучше, мой совет, прокачаться сейчас в России и потом лететь. Все так делают. То есть люди, которые улетели, они потом возвращаются в Россию, прокачиваются, чтобы тормоза отказали, да. И там потом проще. То есть из Америки прилетали люди на этот тренинг в Одессе и на этот тренинг в Киеве, который я вел. Люди прилетали из Америки, из Германии, из Польши, из Швейцарии, из Австрии. То есть много русских, которые разлетелись по разным странам. И эти русские, они хотят соблазнять женщин там. Но как люди воспринимают русский, ну ты иностранец, да. Вот как в России, в Москве там или где вы там живете, воспринимают обычно людей иностранцев там. Причем из более отсталых стран. А Россия для всех стран практически там цивилизованных является более отсталой страной. Для Австралии это более отсталая страна и более отсталая культура там. Ну то есть то же самое, что Чукча приедет в Москву. Вот такое отношение, да. И вот когда ты прилетаешь в Израиль, допустим, в Израиле, например, девочка, она хочет общаться, русская даже, любая русская девочка, она хочет общаться с местным, с человеком, который там родился. С марокканцем с каким-то или с кем угодно, только не с русским, чтобы ассимилироваться лучше. Да, и они стремятся, вот для них это, значит, коренной житель, да, Тель-Авива, да, допустим, или коренной житель Израиля. Это всегда рангом выше, чем русский, вышедший из России. И чтобы это поломать, да, нужно иметь навыки уже. Вот, то есть тренироваться там сложно, но нужно. То есть, например, если ты находишься уже там, если ты уже в Израиле, просто берешь и проходишь онлайн, тебе будет сложнее тренироваться, чем остальным людям. Но у тебя будет поддерживающая среда, в которой ты будешь тренироваться, и ты будешь видеть, как у них получается там в других странах, где они тренируются, в России, там, в Корее, там, не знаю, где-то еще. Вот, и ты будешь пробовать то же самое делать, и это будет тебе поддерживать, да. Поэтому так круто проходить онлайн-тренинг, потому что ты получаешь поддерживающую среду, да. Вот. Для этого и существует этот онлайн-тренинг, этот онлайн-проект, чтобы создавать эту поддерживающую среду. Вот. Русские, даже русские, которые переезжают девицы в новую страну, они хотят местных. Потому что они, почему эмигрировали? Потому что они считают Россию страной отстойной, да. И поэтому они хотят жить в крутой стране. Ну, они так считают, да. В Израиле. Они считают, что Израиль круче страна. Ну, на самом деле мы, ну, знаем, как бы, что потом они вернутся. Рано или поздно они в Россию вернутся. Вот. Если бы у них в России было много бабла, они бы не уезжали. Ну, там, и условия, соответственно, там, и все, что нужно. Они бы не валили. То есть они по каким-то причинам не смогли себя реализовать, там, в России, и они свалили, да. И они считают, что Россия это страна, как бы, третьего мира, там, или что-то еще такое, да. Иначе бы человек не уезжал. Вот. Ну, там, все, там, они, они подсажены на какие-то фишки, там, допустим, на другой стране. Они считают, что там лучше, да. Вот. Они не знают правды, которые уже я познал, что все страны разные, и нет стран лучше и хуже. Вот. Каждая страна для чего-то нужна. Ну, и, как бы, многие, вот, девицы даже, которые уезжают в другие страны, они потом возвращаются, вот, или скучают. У них постаргия начинается. У меня ассимилируются, остаются, да. Вот, если бы у них была свобода выбирать, да, как у меня, они бы не жили ни в одной из этих стран. Ни в Израиле, ни в России. Они бы меняли страны, как я меняю страны. Надоедает везде. И в Израиле налог заебет в 50 процентов, там, или сколько, сколько это там такое. Значит, в Германии их ебанутость с точки зрения закона тоже заебет. Они такие правильные, чтобы тошнили. То же самое в Бразилии. То есть, во всем есть плюсы и минусы, и минусы надоедают, и хочется свалить. Вот. Но, как только человек эмигрирует, да, если он прилетел из России, он сталкивается с тем, что к нему относятся, как вот, ну, ты новичок здесь типа, ты, ну, чужой, да, тебя не принимают сразу. Вот. У тебя нет той уверенности в том месте, где ты находишься, да, такой, как вот если бы ты тут родился, ты не очень уместно там шутишь, там, да, ты не подбираешь правильно там слова какие-то и предложения там. И в контексте с иностранцами, которые уже они там, местные жители, ты ведешь себя не так, как, ну, у них принято в культуре. Даже, вот, например, бразильцы, да, ну, я считаю, что у них страна более допотопная, чем Россия, я считаю, по культуре, более, вот, такая. Но, тем не менее, есть какие-то вещи, которые гораздо круче. Вот. Они здесь очень ценят свою культуру, тайцы тоже очень ценят свою культуру. Они ценят ее, они говорят, вот, наша культура, там, Таиланд, там, или Бразилия, там, тайцы делают так, вот, делай так же, как мы, да. И они, как бы, требовательны к этому относятся. Если ты делаешь как-то не так, ты кажешь всем чужим, да. Ну, и, соответственно, местные не очень хотят с тобой девицы связываться, да. Но есть, как бы, страны, вот, есть тоже легенда интересная, да. Например, я здесь часто использовал в Бразилии легенду, что я из Швейцарии. Пиздец работает очень круто. То есть, если, вот, это фишки такие по соблазнению в других странах, когда ты прилетел из России, и все знают, что Россия страна отстала. Ну, например, там, Бразилия, да. Бразилия считают Россию достаточно отсталой страной, вот. Причем все считают, включая президента Бразилии. Так вот, я начал здесь говорить, что я из Швейцарии. Пиздец, такое внимание сразу, телки ведутся, вешаются сами, да. Кстати, если ты скажешь, что ты из Швейцарии в Киеве, то тоже будут вешаться просто космически. Я встретил одного моего читателя, он со мной познакомился в Хлебном на Крещатике. Он подошел ко мне и говорит, привет, Алекс, я вот приехал. Не ебешь тут просто как кролик, у него швейцарские часы, он из Швейцарии. Я говорю, а что ты тут делаешь? Ну, я вообще в Швейцарии работаю, но сейчас нас на удаленку отправили, и я приехал в Киев. Там ебать некому в Швейцарии, понятное дело. Вот, естественно, как только он говорит, что он из Швейцарии, вокруг просто образуется толпа девиц. Все, почему? Швейцария это страна, то есть это в ранговой системе стран, на высшем уровне находится. И когда ты мастер, и ты приезжаешь в новую страну, обладая техниками, фишками, знаниями, умением общаться с людьми. Я везде найду, кого выбыть. Везде. То есть в любой стране можно найти подход, зная уже, имея опыт в этом. А люди, которые не имеют такого опыта, они будут, знаете как, они не будут ломать систему и хачить ее, как я буду, например. Вот приезжаю в Швейцарию, я начинаю хачить систему. Я начинаю тенкам местным, окружающим, легенды всякие рассказывают. Я смотрю, на что они ведутся, на что нет. Я понимаю, что по-честному я буду добиваться секса 30 лет здесь, чтобы поднять свой уровень. А если ее хакнуть, то быстро. А если человек не имеет такого опыта, он пытается по-честному. А по-честному это надо расти в этой пирамиде, становиться круче, авторитетей, рангом расти и все такое. Это жопа. Это жопа. Что в Америке, что в Швейцарии, что в любой другой стране. То есть, либо ты используешь хитрость как соблазнитель и хитростью, либо, пожалуйста, 30 лет ассимилируйся, будь человеком, который тут сразу... Его зауважают местные аборигены, которые тут живут. А знаете, иногда не такие тупорывые эти аборигены. Это просто пиздец. То есть, я приезжаю, иногда мне говорят, вот в Бразилии надо так делать, надо маску обязательно носить. И объясняют они, что у нас такой закон, надо маску, это очень важно, маску носить и все такое. Рассказывают, как это важно. Тупость полнейшая. Но они считают это национальной гордостью. Я думаю, что все на улицах и в кафешках, вот сейчас покажу вам. Это национальное городо, что они смогли построить своих бразильцев, ходить в масках. Посмотрите, люди в масках. Они считают это охуенно круто. Вот. Ну это же, понимаете, бред совсем. Все в масках. Это типа круто. Почему? Мы послушные, в системе там. Вот все, сука, на улице, все в масках. Это просто пиздец. Даже чувак, вон, едет в маске, но это же кошмар. Вон, чувак в машине, видите, в маске, да. Вот как к этому относиться? Ну, ты понимаешь, что они тупые, да. Но они считают себя умнее. Вот. Поэтому нужно хачить систему. Вот. А не следовать их по рулам правилам там, которые, значит, у них есть. Вот. А хачить систему и соблазнять вместо птиоз. Если к этому привыкаешь и натренировываешься, то у тебя хорошо получается. Вот. Во всем видишь какие-то базейки по реакциям там и так далее. Да, это бред вообще. Капец. Не, ну, прикиньте, да. Ха-ха-ха. Ха-ха. Ха-ха. Люди в масках на улице, где пошумать. Это же просто, я не знаю. Ну, что это? Как это? Как это? Ха-ха. Вот. Ну, да. Да, да. Все, что поделать. Ладно. Вот такая вот история. В Монако попробую. В Монако я был. Кстати, еще одна страна, которую я забыл. Монако, ребята, плюс один. Вот. Я помню, как в Монако я пытался на своем рейндж-ровере там вписаться в один поворот и сзади пробка образовалась. Ха-ха-ха. Я не знал, что нельзя в Ницце, в Монако спускаться на рейнджике. Это жопа. На рейнджике там никто не ездит, потому что там этот рейнджик почти нигде не вписывается. Вот. Еще в Вене... В этой... Еще в Голландии тоже у меня там в центре кое-где проблемы были с парковкой и так далее. То есть, это было очень смешно. Да, Монако было дело. То есть, еще плюс одна страна Монако. Это же страна, как бы считается, княж. А, я еще про Андорру забыл. Блин. Черт возьми. Сколько страны забыл. Так, короче. Осталось... Плюс Монако, плюс Андорра. Надо будет список добавить. Вот. Это то же самое, что женщин подсчитываете. Вот этот список стран. То есть, уже получается 41. Да, интересно. Интересно. Сколько еще стран я забыл. Монако прикольно. Монако прикольно. Ну, как бы тоже свои плюсы и минусы там. Ну, прикольно, да. Монако прикольно. Еще мне в Андорре понравилось там что-то такое особенное. Я ходил в горы. У меня куча фоток из гор есть в Андоррске. Это очень классное место такое. Я там трахался классно в Андорре. Потом попал под холодный дождь в горах. Не рассчитал. Мы пошли, потрахались в горах. Потом, значит, попали под холодный дождь. Спускались 30 минут под холодным дождем. Просто насквозь промокшие. Завалили в Starbucks в Андорре. Там было тепло. Я пошел, отжал все свои вещи в туалете, включая трусы. Вышел и такой все. Я буду сейчас сидеть и пить кофе, согреваться. Это просто было жесть. Да, это было. Лаос был в списке, да. Лаос тоже прикольно. Там у меня есть фотка одна с Лаоса. Там серп и молот. Не знаю, откуда там серп и молот. Лаоские телки тоже прикольные телки. Они как бы другие немножко. Они немножко другие. Они какие-то вот как между китаянками и тайками. Вот что-то такое. Вот как-то так вот я их могу определить. Зимбаббо. Иногда я шучу, что когда мне where are you from говорят, я иногда шучу и говорю Зимбаббо. Вот. Девицам, с которыми я знакомлюсь. Ага. Как ты мог забыть Андорру? Да. Вот как я мог забыть Андорру? Как ты мог забыть Андорру? На Лаос и СССР были в Союзе. Да. Алекс же в Украине. Нет. Вы знаете, я по миру перемещаюсь очень быстро. То есть невероятно быстро. За моими перемещениями хрен от следишь. Вот. И вот я уже в Бразилии. Вот я в Бразилии. Вот я в Бразилии. Вот Старбакс. Вот бразильянки. Вот какие-то люди. тусы. Сейчас поеду встречаться с своими друзьями. С фабрицем. В какой стране легче слэш сложнее всего соблазнять? Тайка подумать. Тайка подумать. Как легче всего и сложнее всего соблазнять? В какой стране мне было легче соблазнять? Да нет, такого вот. Ну, я могу сказать по количеству женщин. Голодных. По количеству голодных женщин. Там Пэти. Сложно сказать ли. Вы знаете, скажу так. Я как-то приехал из Москвы в Витебск. А в Витебске, в Витебске я подошел к девочке. Вместе там был такой у меня кореш Руслан Волшанский. Древний старый тренер. Он до сих пор тренирует. Мы с ним подошли к девочкам. Там Вовчик еще. Вова Соколов. Он тоже тренер. Тоже тренирует. Наша команда. Все тренеры. Все тренируют. Тренирующий тренер. Вот. А тогда мы были просто начинающими пикаперами. Ну и значит. И Русланчик подошел и с трансом. Там с гипнозом. Он владел гипнозом, трансом. Там всяким разным. Короче говорит. Грузил, грузил. Девица. А она вообще что-то не врубается. И такая. Смотрит на него и говорит. Слушай. Что ты говоришь? А ты что познакомиться хочешь? Ааа. Так бы сразу и сказал. Что ж ты? Что ж ты? Что ж ты говоришь непонятными словами? Да. Хорошо. На тебе номер, телефон. И он. И он стоит такой охреневший. Потом он отходит от нее и говорит. Да глядь. Еб твою мать. Все это не работает на них. Я и то, и сё, и это. Я привык к папастным московским чикам. А тут. Просто. Привет. Пойдем чай попьем. Давай телефон. На. Держи. Все. Говорит. Ну вот. Да. Такая ситуация с Витебском. Иваново еще есть такое. Город Иванов. Город Держианов. Да. То есть Витебск это место, где просто ты будешь вакуумен вокруг. Одни девицы. И мало того. Я помню. Я просто взял, познакомился с девочкой на улице. У нее еще была подружка. Я ей говорю. Поехали. Я на дачу хочу съездить. Ну и я посадил их в машину и поехал с ними на дачу. Приехал на озеро искупнуться. И они такие говорят. Ну а вы там что-нибудь взяли поесть. Я такой. А что надо было брать поесть что ли с собой. Ну ты девушек приглашаешь. Ты хотя бы взял бы что-нибудь там с собой. Какого-нибудь вина там или что. А у меня бабушкин самогон был в джипе просто. Я же не пью. У меня бабушка дала самогон и мне его надо куда-то. Короче я говорю. У меня говорю ничего нет. Только есть самогон. Они так были этому счастливы. Просто капец. Они выпили этого самогона. Сразу отбалить. Сразу. Сразу отдались. Прямо. Я помню. Девица классная была. У нее очень красивое тело. И я ее трахал. Прямо в озере короче. В этом. Я такой думаю. Вот. И они такие счастливы были. Потом приехал на эту самую на дачу. Сделал шашлык. Докормил их шашлыком. Они были безумно счастливы. И я вернулся обратно в Москву. И я думаю. Блядь. Как классно. Да. Вот. Что для счастья нужно удивиться. Которые выросли в Витебске. Просто поесть. И бухнуть. И все. Они этому радоваться будут. Гораздо больше чем в этом самом. В Москве телочка будет радоваться подаренному Бентли. Вот. Серьезно. То есть. Людям. Бедным людям для счастья нужно гораздо меньше. Чем богатым людям. Чем состоятельным. Ну. Тут такая вот история. То есть. Они рады хотя бы времяпровождению интересному. Витебске. Потому что там совсем все нищие. И там делать не хер просто. И они готовы вот просто поехать с тобой на край света. А я помню как мы. Телок. Аэропохищение у нас было. Спиздили просто. Из Витебска. Они тоже так радовались. Ну. Просто посадили их в самолет и улетели оттуда. Тоже. Ну. Просто вот. Такая вот история. То есть. С одной стороны. Я вам так скажу. Там соблазнять проще. То есть. Там трахнуть проще. Но. Возникает. Такая вот проблема. После. Я все таки уже не фанат. Там. Просто. Быстрого перепихона. И потратить там полдня на соблазнение девицы. Трахнуть ее. Чтобы потом. Заниматься там своими делами. И с ней больше не общаться. Почему. Ну. Просто. Жалко. Полдня. Серьезно. То есть. Мне. Это уже не так стало интересно. Как это раньше было. Там. Новая телка. Там. Обязательно. Там. И так далее. Мне интересно. За делом на будущее. Да. То есть. Что я буду с ней делать. О чем я с ней буду говорить. После того. О чем. О чем я с ней буду разговаривать. После секса. Там. Вот. Будет ли она мне нравиться. В взаимодействии. Со мной. В будущем. В каком-то. Встретиться там. Кофе попить с ней. Захочу ли я. Да. Это для меня важнее. Если нет. Мне это уже не интересно. Совсем. Потратить полдня. Там. Прожимать ее. Там. Значит. Разводить ее на секс. Там. Да. Это вообще. Уже совершенно. Энергетически. Не хочется. Вот. И. Вот. Подходящую. Для меня девицу. С которой мне будет интересно. В таком городе. Как Витебск. Практически. Невозможно найти. Потому что. Там. Будет. Будет. Девочка. С отсутствующим кругозором. Скорее всего. И. Маловероятно. Что она будет. Хотеть. Учиться. Да. Это. Одна из 300 тысяч. Там. Две из 300 тысяч. Я так думаю. Из Витебска. Например. То есть. На 300 тысяч. Одна или две девицы. Которые. Будут. Безумно. Хотеть. Там. Учиться. Развиваться. Там. Да. И. Они. Мне. Тоже. Будут. Лезть. Везде. Интересоваться. Как я. Да. А. Чаще всего. На улицах. Я могу. Встретить. Девочку. Которая. Не хочет. Никуда. Двигаться. 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 Там. Двигаться. Там. Двигаться. Там. Раньше. Крыша ехала. Когда я вижу. Сиськи из жопы. Сейчас уже такого нет. Сейчас уже крыша не едет. Может быть. Потому что я спортом много занимаюсь сейчас. Поэтому. Такая ситуация. Как бы. У меня. Такой этап пошел. Что. Неохота. Тратить время. Просто на сиськи из жопы. Хочется. Чтобы. Интересно с ним было. Чтобы. Тоже. Как-то. Влюбиться. В нее. И так далее. Вот. И поэтому. Лично мне. Да. Вот. Я не говорю там про всех. Я прям про себя говорю. Ну. Не настолько. Интересно. Знакомиться с девицами. В Витебске. И Иванову. Даже в Киеве. Я вам так скажу. Я походил по улицам. Познакомился. Пообщался с девчонками. Но. Они сами чувствуют. Что. Ну. Не их уровень. Скажем так. Они. Сами это чувствуют. Я это вижу. Что они это чувствуют. И они это понимают. И. Мало того. Я слышу. Ну. Ну. В клуарах разговоры. Такие. Нахера ему нужна. Там. Алексу. Что. О чем со мной будет разговаривать. То есть. Им нужны. Ребята попроще. Скажем так. Для того. Чтобы с ними. Вот. А со мной только. Ну. Максимум секс. Вот. И все. Ну. Страстный секс. Охуенный. Классный. Да. Это тоже может быть. Дружба организмами. Ну. Это уже у меня. Как бы. Насильно. Втором плане. Ну. Бывает. Иногда. Хочется. Такую. Разрядку для организма. Да. Там. Получить. Как бы. Вот так. На. Кавказе. Нет. На. Кавказе. Не было. Кстати. Это же место. Где еще не было. Это. Кавказ. Поэтому. Такая. Такая. Вот. История. Резюмирую. Да. По поводу. Простоты. Соблазнения. Значит. Ситуация. Такая. Там. Где. Ты. Приехал из Швейцарии. В России. Тебе будет просто. Ты. Приехал из Якутии. В России. Тебе будет сложно. Ты. Приехал из Америки. В Таиланд. Там. Все вешаться на тебя будут. Вот. Гринго. Ты говоришь. Гринго. Все. Все на тебя вешаются. Ты. Приехал из Америки. В Рио. Все вешаются. Ты. Приехал из Америки. В Киев. Все вешаются на тебя. Где проще соблазнять. Вот. Вот. Если ты. Приехал из. Америки. В Германию. Тебе будет тоже. Проще. Соблазнять. Потому что. Все будут вешаться. Потому что. Германия. До сих пор. Является. Фактически. Колонией. Америки. То есть. Она под Америкой. Конкретно. После войны. Там. Недавно. С одним. Немцем. Разговаривал. Ну. Периодически. Как. Она сейчас. Устроена. Германия. Да. Она как юрлицо. Как фирма. Да. То есть. Она не является страной. По сути. Отдельно. Вот. Вот. В общем прикол. Да. То есть. Они. До сих пор. Американцев. Там. До юра. Американцев. Они не могут арестовать. И посадить. Почему? То есть. Американский солдат. Который приезжает. Накосячит. В Германии. Там. Кого-нибудь ёбнет. Он не будет посажен в тюрьму. Вот. Такую вещь мне рассказывали. То есть. Американцы. Для них. Это как для. Например. Этих самых. Ну. Как американцы. Для доминиканцев. Примерно. Вот. Поэтому. Вот. Зная. Вот. Эти. Такие. Тонкости. Особенности. Исторические. Да. Ты в Германии можешь преуспеть. То есть. Ты можешь в Германии там сказать. I'm from United States. Там. Да. И вести себя. Ну. Уровень соответствующего английского поднять настолько, что типа там. Резидент США. И там немки будут на тебя больше вести. Это тоже нужно знать. Ну ты. Вот. Когда ты путешествуешь по странам. Будешь знать все эти тонкости и особенности. что говорить в какой стране для того, чтобы на тебя велись. В Доминикане тоже. Если ты скажешь, что из России, пошел нахуй. Вот. Россия нигде не котируется. I'm from Switzerland. Я. Я. И все. И пиздец там. Швейцария вообще. Швейцария. Швейцарские банки. И все знают как бы эту тему. Все ведутся. Вот. Но с точки зрения контакта. Если ты хотя бы. Если ты хочешь найти любовницу, с которой ты не разбежишься через три дня от того, что она тупая. Да. То необходимо знать и понимать, что искать нужно в правильных местах. На улицах. В университете. В каком-то допустим. Который тематический. Который там подходит. Допустим. Вот. Твои там запросы. Я допустим люблю эту историю. То есть конгрессы. Я посещаю конгрессы. Там публика соответствует моим запросам. Вот. А если в России говоришь, что ты из Египта. Ну. Такое. Египет. Такое себе. Это тоже лучше, чем Россия. Но. Это хуже, чем Швейцария. Ну. Знаешь. Если ты. Допустим. Узбек. Если ты. Допустим. Чеченец. Там. Да. Говори, что ты из Италии. Реально. Работает. Я знаю, что работает. У меня есть итальянец, который шикарно снимает. Он. У него акцент. От узбекского или чеченского акцента. Русского языка вообще ничем не отличается. Все, друзья. Уже собака пришла. Начинает лаять. Все. Пока. 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 Пока.